МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У обоих на первом месте железная дисциплина и строгое выполнение игрового задания. Играем в похожем стиле, как и при Дмитрии Квартальнове. Наверное, немного добавили в импровизации в чужой зоне. Вдобавок защитникам теперь разрешается подключаться в атаку. Чуть больше свободы на льду появилось. Мы ударно поработали на сборах, в течение сезона шли по восходящей, но самые важные матчи впереди. Поэтому мы сейчас много тренируемся, несмотря на плотный график игр. И на пик формы, думаю, выйдем через полтора месяца. Как раз к плей-офф. Пустили по миру. Подмосковный «Атлант» перед дедлайном продал своих лидеров в другие клубы. Это помогло мытищенцам расплатиться с долгами. В противном случае «Атлант» ждало снятия с чемпионата, признался корреспонденту агентства «Эрспорт» генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов. Перед игроками до Нового года по зарплате мы все долги закрыли. А благодаря всем этим трансферам перед дедлайном окончательно решили все вопросы до конца сезона. Никаких долгов перед хоккеистами или тренерским штабом до лета не будет. В том числе, если ребята будут играть в плей-офф. Я понимаю тех болельщиков, которые по-настоящему переживают. Но они должны понять, что мы, весь штаб менеджеров клуба, оказались заложниками ситуации. Если бы мы не совершили в декабре ряд сделок, то «Атланта» сегодня просто уже не было бы. В главной встрече вторника «СКАБ» играл московских армейцев со счетом 3-1. В питерском Ледовом традиционно были аншлаг и отличная атмосфера. Проникнуться ей помогает фотогалерея портала чемпионат.ком. После поражения в принципиальном матче главный тренер «ССКА» Дмитрий Квартальнов обратился к журналистам с удивительной просьбой. Он попросил меньше хвалить его команду, которая якобы еще не готова к такому. Алексей Шевченко недумевает. Это совершенно дико для тренера профессионального клуба, который не всегда собирает аншлаги. Просто в главе не укладывается. Давайте вообще таблицу публиковать без «ССКА», чтобы никого не смущать. Кстати, было бы логично пойти к владельцам и попросить, чтобы игрокам платили один мрот в месяц. А то, знаете, деньги могут испортить, ребят. Хоккей – игра для зрителей, а не для тренеров. Про профессиональный клуб должны писать как можно больше. И она должна собирать максимум зрителей. А потом удивляются, почему эта Россия не считается спортивной страной. Так вот, из-за таких специалистов, как квартальных, и не считается. Горячая ротация. Евгений Иванников стал одним из участников многочисленных вратарских обменов «СКА». Но и после них питерцы не могут пока быть спокойными за последний рубеж. В интервью «Спорту» день за днем Иванников поделился мнением об особом давлении, оказывающемся на галкиперов «СКА». Мне кажется, это давление испытывают на себе не только вратари. Из года в год перед командой ставится максимальная задача. Но выиграть Кубок Гагарина не удается. И это давление ощущает на себе каждый. Тренеры, игроки – все, без исключения работники клуба. Это огромная ответственность за результат, который не знакомо большинству клубов. И в «СКА» по иному, нежели в других командах, воспринимается любая ошибка. Особенно со стороны вратарей. От этого никуда не денешься. Душевные воспоминания. Автор «Спортс.ру» Денис Романцов пообщался с тренером «Трактора» Виталием Ячменевым и узнал много историй о канадских юниорских лигах Уэйне Грецке, Александре Байкове и Дмитрие Христиче. А еще о заслугах Ячменева перед полицией. На второй год произошел интересный случай. Мы жили в двухэтажном доме, и смотря телевизор на втором этаже, я услышал, как внизу разбилось окно. Именно в той комнате, в которой я жил. Стало интересно, я спустился посмотреть, а там молодой пацан, года на два старше меня, пытается залезть в окно. Увидел меня и стал убегать. Дело было зимой, я быстро нацепил кроссовки и джинсы и понесся за ним по улице. Бежал метров 200-300, наверное. Догнал его, привел домой. Он умолял отпустить его, а я позвонил семье, хозяевам дома, и они вызвали полицию. Неделю через две мне в местном полицейском участке подарили памятную досочку за помощь полиции. Евгений Малкин настолько хорош, что обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен, уже готов вручить ему хард-трофи. Каждое результативное действие Малкина показывает, насколько тот уверен в себе и достоин звания самого ценного игрока лиги. Гол форварда Питтсбург-Пингвинс Евгений Малкин в недавнем поединке против Бостон-Брюинс дал показательную оценку того, как складывается для россиянина этот сезон. Он проявил чутье, он нажал на педаль газа, он использовал свою мощь. Малкин играет с чутьем, скоростью, мощью и с достоинством самого старта нынешнего сезона. В 41 матче на его счету 47 очков. На экваторе регулярного чемпионата 2014-15 российский форвард является главным претендентом на трофей Харта, который вручается MVP лиге. Доминирование Малкина мало кого может удивить, а вот в различных статистических номинациях НХЛ есть немало неожиданных лидеров. Спорс.ру отобрал самых интересных выскочек. Среди них Никита Кучеров, который вместе с одноклубником Тайлером Джонсоном является лучшим в лиге по показателю полезности. Связующее звено этих двоих – Чех Онджи Палат. Цепкий Вингер выполняет колоссальный объем черновой работы, подстраховывая партнеров в обороне и помогает поддерживать бешеный ритм, который Кучеров и Джонсон задают в атаке. Скорость и химия – две главные фишки сочетания триплес, как молодежь Тампа называют в НХЛ. Быстрые ноги дают не только преимущество в нападении, но и позволяют исправлять собственные ошибки. Посмотрите, как триплес летят назад и накрывают соперников в случае потери в чужой зоне. К слову, потерь для такого зрелищного и порой рискованного хоккея у них совсем немного. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день. Всего вам доброго и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин